Армянская история Армянская болезнь 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 В большинстве случаев армяне, небольшая часть евреев, но именно Сейфарда и немножко арабов. Средиземноморская генетика. Люди, которые жили вокруг Средиземного моря. И очень интересно, что другие народы болезни, всего 6%, 94% только этих групп. Из них абсолютно большинство армяне. Так что эта болезнь не переходит, не бойтесь, дорогие друзья. Только лишь в большинстве случаев армяне болеют. В результате геноцида. Да, вот в результате геноцида. А доказал это армянский ученый Нерсисян. И что говорит товарищ Нерсисян? Армений Нерсисян в своей кандидатской диссертации. Большой резонанс вызвал в научном мире. Назывался «Психосоматические расстройства при периодической болезни». Правда, Армений Нерсисян при своем своем. Не называют это армянским, а периодической болезнью. Конференция происходила где? В Стамбуле? Нет, до этого еще кандидат, что я писал в той же конференции. Выступил в правду. И там он очень интересный факт выявил. Сначала в своей кандидатской диссертации он писал, что ранние годы практики Армений Нерсисян опирался на опыт врачей средневековья. В частности использовал работу средневекового армянского врача Мехетара Герарци. Утешение при лихорадках. Но в 2006 году на конференции в Стамбуле господин Нерсисян, доктор Нерсисян, выступил с докладом «Посттравматические стрессовые расстройства. Киноцида Огнар 90 лет спустя». С одной стороны, я говорю, что еще в древности эта болезнь была излечимая и лечила людей Мехетар Герарци. Но причина болезни – это армянский геноцид. Представьте себе, что он пишет, что становится очевидным, почему периодической болезнью большей частью болеют потомки армян, переживших у нас уже заглянцев. Представьте, вот это тоже, мне кажется, Кемран, как вы думаете, товарищ Нерсисян тоже? Болезнь армяноидной болезнью, а потом больно тоже. Своеобразная болезнь, понимаете, бредить, врать, просто винить во всем, во всех бедах турков, тюркскую расу. С одной стороны, болезнь в среднем веке, а с другой стороны, им болеют люди, которые пережили геноцид. С таким же успехом, господин Нерсисян может обвинить Брута, который заколол кинжалом своего наставника Цезаря, потому что у него в результате геноцида армян развился психический расстрой. И Цезаря, можно так сказать. А если причем, если людей можно обвинить в том, что якобы бывшем геноциде в 1915 году, обвинять тех людей, что болеют, болеют они за 5 веков до этого, ну зачем за 20 веков скачок не сделать? Ну вот человек, у нас интересный вопрос. Посмотрите. Есть и обвинять во всех бедах турков. И везде горланец об этом геноциде. Посмотрите. Вообще результат этой болезни, он очень плачевный. Вы сейчас это сами чувствуете, на себе чувствуете. Евреи, например, да? Действительно был холокост. Да. 6 миллионов евреев уничтожили. Это действительно факт. Но евреи никогда не разводят эту вражду против немцев. Что немцы наши во всех бедах, они виноваты. Потому что они понимают, что вражда заканчивается огромной трагедией. Или, например, в Советском Союзе Германии. Больше 20 миллионов людей погибло. Почти 30 миллионов людей погибло. Если сейчас Россия будет разводить вражду против Германии... Наоборот. Сейчас ближайший союзник России в Европе, Европейском Союзе Германии. Ну да. Так что... Зачем вы это делаете? На этой земле и вы живете, и мы будем жить, и результат... Нет, я извиняюсь. Вот сейчас говорится, извините меня, прекрасно душно мне воспринимается. Потому что мы говорим, что вы будете жить, мы будем жить, грузины будут жить, другие народы... Арменоиды, кроме них, никто не будет жить. Да, никто не будет жить. Ну давайте, чтобы не вызвать болезни... Не будем слишком долго говорить о болезнях. Ну да. О враче мы сказали... Ну, этого господина Сиану знает не очень много людей на свете. Но есть такой армянский врач, который знает весь мир. Он известен. Знается, Америка очень... Настолько известен, насколько популярен, что... Ну, в кавычках популярен, что про него в кино снимали. В Праге даже кино про него лично, книга и так далее. Это небезвестный доктор Кеваркен. Ну, это очень известный товарищ, да? Американец армянского происхождения. Да. Паталог Анатон. Это очень великий врач, я вам скажу. Но отличается от других врачей он тем, что все врачи мира, испокон веков, старались лечить больных. Да. А Геваркен, придерживаясь древнеармянского лейтмотива Демернис, он старался убивать больных. Ну, знаете, вот Геваркен, который долгое время работал паталогонатомом, видно, оттуда сделал такое интересное, значит, наблюдение. Как вы знаете, с паталогонатами, они, скажем... Ну, они в моргах постоянно. В морге работают, да. Препарируют, так сказать, мертвых и так далее. И он вдруг выяснил, что оказывается, что мертвые не болеют, да? Да. Чуть боли не чувствуют. И оттуда, значит, такая гениальная мысль. Тогда зачем таким же образом не лечить больных, чтобы они не болели? Помните, Сталин, что было? Нет человек, нет проблем. Да. Геваркен продумывал, нет больного, нет болезни. Все. Нет больного, нет болезни. Лучше всего лишить больного в жизни. Да, да, да. И он продумал, кстати, аппарат, который называется Мерситрон. Мерситрон. Да, от слова Мерси, наверное. Да, от слова Мерси, то есть милосердие. Ух ты. Милосердие убивает человека. Да, машина самоубийства, да. Но я предлагаю изменить название этой машины. Да. Не Мерситрон. А как? Демерлиситрон. Это исконно армянское название такое. Смерть машины. Умритрон. Демерлиситрон. Кстати, у доктора Геваркена клички тоже такие, как вы говорите, Демерлиситрон. Просто какой-то сицилийский, значит, киллер. Вот смотрите. Клички доктора. Доктор Джек, ну это по имени понятно. А, Джек Геваркен. Да. Джек Джейкоб, да. Доктор Джек. Доктор смерть. Доктор суицид. Вот такие клички. По таким кличкам. Кстати, Джек, это своеобразный такой армянский Джек-потрошитель. Да, вроде. Но ученый. Но ученый. Кстати, этот Джек Геваркен и есть изобретатель эвтаназии. Да, по сути, да. Он популяризовал эвтаназию все время. И еще. Мне вспоминается, в истории был другой доктор смерть. Йозек Менгель. Менгель, да. Который действительно работал в концлагере и так далее. Так что такое имя тоже немножко выходит по старой армянской традиции. Кличка тоже, так сказать, заимствована. Плагиат. Но факт, что это есть. Честно. Вы знаете, что вот этот доктор Геваркен, он был несколько раз судим. Да. Четыре раза он был оправдан. По сути. Но. Но. В пятый раз не ушел. Не ушел. А почему он оправдан? Ну, не было свидетелей. Ведь, может, всех свидетелей убивал. А откуда был свидетелей? Убивал. А в пятый раз все-таки он был действительно арестован. Арестован. И, так сказать, не был судей. В 1999 году. За смерть осуществил эвтаназию 52-летнего Томаса Юка из округа Окленд. И из-за этого его присудили, значит, на 10 лет, значит, лишение свободы. За через 8 лет он по хорошему поведению вышел оттуда. Но, даже когда он вышел, суд предстоит, значит, там еще другое, значит, три перед ним было условия. Перед ним поставили условия. А после освобождения перед ним поставили условия? Если он одни из них наружу, то он опять вернется в тюрьму. И тогда условия были такие. Первое. Запрещалось ему. Помогать кому-либо умереть путем эвтаназии. Помогать умереть, да. Вы юристы. Вообще, это формулировка не юридическая. Помогать кому-то умирать. Он так просто не убивает. Он, знаете, как... Помогает умереть. Хочешь умереть? Да, да. Второе. Осуществляет уход за лицами старше 62 лет. И третье. Близко общаться с лицами, имеющим врожденное физическое отклонение. Да, ну, больше 62 лет, это уже группа риска. Они уже ближе там. Смертью он может тоже пойти. Самое интересное, что ему запретили близко общаться с лицами, имеющим врожденное физическое отклонение. То есть, выходит где-то тоже такой скачок нацистам. И дверьми спартанцев, которые убивали больных детей. И Геворкиану видно, какие факты были, что запретили. Это вот второй факт. Видите, мы хвалим. Мы действительно... Это заслуженные люди. Знаменитые люди. На весь мир. А Джек Геворкиан вообще знаменит на весь мир. Их очень интересные вещи. Я вам парочку, если вы с вашего позволения. Да, что у меня здесь это... Есть про него в фильмах, там говорили. Про Геворкиана. И вот есть несколько цитатов очень интересных. Из кинофильмов. Голливудских кинофильмов. Да, из Голливудских кинофильмов, да. Будьте любезны. В фильме «Голый пистолет» один герой другому предлагает телефон Кеваркьяна. В эпизоде «Смерть» мультсериала «Южный парк», который до сих пор идет, очень знаменитый сериал, упоминается доктор Кеваркьян вот так вот. Есть один мужик по имени Джек Лаборкьян, или как-то так. Он бродит повсюду и бывает всех, кто его об этом просит. И ничего ему за это не бывает. Ну, это, наверное, ситуация в фильме снимания вообще не осудили. В шестой серии, значит, мультсериала «Футурама», доктор Зойберт говорит Бендеру. Бендеру, кстати. Это не тот Бендер. Да, это не тот Бендер, другому Бендеру говорит. Тогда самоубийство. Идем в мой офис, я устрою тебе хорошего Кеваркьяна. Да. В сериале мыслит, как преступник, свидетель, рассказывая, хочет, наверное, про подозреваемого, говорит, по штату он зоотехник, но на самом деле эдакий Кеваркьян. Кеваркьян. И вот самый знаменитый, значит, американский актер, режиссер Клинтис тут, фильм «Абсолютная власть» в эпизоде, когда в палату входит убийца, значит, замаскираешься под врача, киллер, а герой, естественно, по-одетски выбывает. Но перед тем, как убить этого киллера, он спрашивает, вы, наверное, доктор Кеваркьян. Так, Кеваркьян, вы знаете, это очень знаменитая фамилия, я сейчас хочу представить вам другого Кеваркьяна, тоже врач, не менее знаменитый, не менее интеллектуальный, не менее гениальный, не менее арминоидный товарищ. Но который, кстати, придумывал не способ убийства, но так называемый способ лечения. Лечение, да. Он захотел, во всяком случае, придумать. Да, захотел придумать, и всему миру, тут же они объявляют это всему миру, что это гениальная идея, гениальное изобретение. Кстати, это Кеваркьян, однофамилиец Джека Кеваркьяна, доктора смерти, уже жил в Ереване. Да. Это такой автохтонный. Автохтонный Кеваркьян. Товарищ. Да, и вот этот автохтонный Кеваркьян был руководителем так называемого проекта «Арменикум». Да. Это «Арменикум» очень дико был, в смысле, популярным в 90-е годы, в конце 90-х годов. И даже армяне его тащили до 2008-2010 года, легенду, ну, сам пик легенды, это был 1998-1999 год, да? Ну, там советские газеты писали, не советские, а сангельские газеты. Да, да, «Консомольская правда» писала об этом, другие факты, аргументы, факты и так далее. И самое главное, что это «Арменикум» якобы лечит от чумы 20-го века, от СПИДа. Заметьте, от СПИДа. Весь мир, все медики мира, все знаменитые лаборатории не могли запрести… Аминькинские компании. Да, не могли запрести лекарства от СПИДа. Да, вот товарищ Кеваркян изобрел и тут же назвал лекарство как? Арменику. Арменику. Да, вот. Назвали свои нации. Очень интересно, что когда посетили Армению, значит, украинские журналисты, большая группа украинцев там тоже была, и среди 130 больных там около 25-24, по-моему, были украинцы. И вот там, чтобы посмотреть, на вопрос этих журналистов Кеваркян ответил, да? По крайней мере, господин Кеваркян предпочел уйти от прямых вопросов украинской делегации. Он даже не сказал, является ли профессиональным врачом. Ну, зачем говорить об этом, если есть такой лекарство как минимум? Хоть он даже не врач. И очень интересно, что Кеваркян лишь сообщил, что создать препарат удалось еще в 1993 году. После опыта на животных Кеваркян испытал его безопасность на себе. На себе. Ну, значит, тогда Кеваркян тоже был болен СПИДом. Ну, или он такой великий гуманист такой. А, да, понятно. И вот, самое интересное, что немножко, мы сейчас пойдем по этому лекарству, да? Самое интересное, что здесь немножко приверяют армянские товарищи. Интересно. Это очень... Насколько известно, да, это вакцины сначала придумали в Казахстане. Да. Но, так как казахские врачи и казахские фармаценты, они более честные, а мы скажем, почему говорим более честные, они после клинических испытаний решили отказаться от этого лекарства. Ну, совесть ли вывели, товарищи. И кое-кто подобрал, и никому не проходило в голову назвать его Казахком или что-то такое. Да. А вот нет, вот подобрали, кое-кто подобрал, и, так сказать, продолжил это дело и назвал его Армяником. Так вот, вот смотрите, что они говорили про свои результаты лечения, значит, некоторых лиц. Давайте так, вот, конечно, могут сказать, что вот вы сидите, смеетесь, так сказать, некоторый юмор, стер, там, на счет того, что раз спит, это болезнь, многие люди болеют, тысячи. Ну, как говорил Черчилль, смерть миллионов, это статическая смерть одного человека. Трагедия. Поэтому мы не будем все время смеяться. И вам скажем про одного бедного человека, бедного парня. Его звали Николай Колесников. Да. Он кальнеградец, был такой человек, но он уже умер. Почему он умер, вы сейчас узнаете. Ну, Колесников поверил. Да. И он думал, что действительно Арменику. Ну, тогда это амурсировалось. Да, да, да. И тогда шла пропаганда огромная, что действительно изобретено лекарство от СПИДа. И товарищ был, он не больной человек. Он был ВИЧ-инфицирован. Очень интересно, что он, правда, на основе ВИЧ-инфекции или чего-то другого, у него была гепатит С, так называемая. И он решил приехать в Ереван. Чтобы избавиться от ВИЧ-инфицирован. Избавиться от СПИДа и принимать этот Арменику. И когда начал принимать Арменику? Сначала армяне, значит, господа Кеваркян и его лаборатории, вы сказали такие информации, что результаты оказались обнадеживающими. Количество С0,4 лимфоцитов поднялось с 480 до 1200 единиц. Но потом, а ВИЧ не обнаружился совсем. Абсолютно. Да, после лечения вдруг ВИЧ вообще нет. Раз и нет СПИДа. А лимфоцитов... Два-три раза принял Арменику и все. Да, да. А лимфоциты, вот гимфоциты, самое интересное, что это самое первое, да, что страдает от СПИДа, их число выгляжено в три раза ровно. И действительно, это как бомба взорвалась в мире. Это была сенсация. Весь мир начал интересоваться. И очень интересно, что этого Колесникова, что до него господин Кеваркян объявлял, что он лечит их бесплатно. Бесплатно. Жители СНГ. Из-за того, что они бедные. Ну, как только Колесникова... Из-за того, что это не только лечит бесплатно, а потом я обратную дорогу оплачиваю. Да, да. Когда они возвращаются домой, то они из своего кармана еще оплачивают обратную дорогу. Это же граждане СНГ. Да, может потому, что чтобы они там не умерли, Германин. Да, ну, Германин не умерли, чтобы там дома скончались. Да, чтобы не порция статистику, скорее всего. Почему мы так говорим? Посмотрите. После того, как на основе так называемого лечения Колесникова пошла массивная реклама, Кеваркян вдруг забыл свои рубингу-дубские принципы и начали брать хорошие деньги из пациентов. И люди начали, значит, езжать в Ереван, лететь туда. И, кстати, бизнесмены армянские начали скупать квартиры в центре Еревана, чтобы сдать их ВИЧ-инфицирован, который будет ездить в Ереван, летать в Ереван. Ну, деньги, конечно, будут пребывать в Ереван. Ну, про деньги мы еще скажем, да. Но про того же самого бедного Колесникова одну вещь хотим сказать, что... И вот самое интересное, что... Ну, мы не бьем... Не интересно, а прискорбанно. Как закончил свою жизнь Колесникова? Мы не хотим смеяться над битбальным людьми, да. Вот смотрите. И вот очень интересно, что несмотря на то, что Россия и Армения являются союзниками, самыми близкими, так сказать, союзниками и так далее. И пропагандировали это лекарство в России, в российской СМИ в основном. Да, 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 да. Очень интересно. Несмотря на это, ереванские ученые отказали в сотрудничестве, это уже я цитирую, чтобы нас не обменяли точность, российским коллегам, но охотно согласились на экспертизу в Штатах и Германии. Осенью в 1999 году Николая Колесникова был отправлен в клинический отдел Гамбургского института терапической медицины Бернханда Нохта. И там шеф отдела Мамфред Дитрих. Вот знаете, вот как только же фамилию прочел я, да, я понял сразу, что это не какой-то арарийский, а настоящий арийский. Мамфред Дитрих. Да, нацист. Не мог соврать, да, разве... Ничего армянского. Мамфред Дитрих, не короткий. Ну вот, вот этот господин Дитрих так и видел, что его, в смысле, предки были нацистом, потому что там тоже коллега к Геваркину, пусть он врет, прикрой его. Ну да. Ну зачем он немецкий так, прямо. И он сделал... И что же говорит Дитрих? Это Мамфред Дитрих, это недобитый фашист, нацист, сделал трагическое заключение. Количество вирусов крови после лечения выросло. Ну как вы думаете, сколько раз? Ну, если киво-оркеан, ну, наверное, 10 раз. 25 раз. Да. То есть, оно составило 130 тысяч вирусов. Бедный колецик. Вот мы смеемся, вот смотри, как бедный человек. На миллилитр крови. А гепатит С тоже увеличился. Его, значит, число этих вирусов на миллилитр крови 500 тысяч. То есть, непонятно, то ли они лечили его, то ли эти вирусы СПИДа специально каким-то изобретенным витамином кормили. Чтобы они 25 раз... Лучше бы он вообще не лечился бы, вообще ничего не предпринимал бы. Что, говорит нам, у меня другой профессор, уже российский профессор, Владимир Покровский. Значит, совершенно ясно, что пользы ему арменикум не принес никакой. Когда мы обследовали юношу февраля, то есть, до лечения. Серьезной угрозы для его жизни ВИЧ-инфекция не представляла. Сейчас, в моем праве, это неблагоприятное. Ну, практически он убил этого человека. И хотел на весь мир объявить о сенсации, о изобретении нового лекарства под названием Арменикум. Почему Арменикум? Потому что только армяне могли изобрести такое лекарство. Они тут же построили лечебницу. Нет, то лечебница, я одну вещь, о чем я хочу сказать, с кем надо. Вот такая реклама была там, очень интересная. Вот это вообще гениально. Значит, нам, например, то есть, это украинским журналистам тоже, показали видеозапись, на которой тяжелобольной. Из-за истощения ему было трудно даже поднять руку. Но это было до колесников. Да, да. Люди не знают, что это было. Через три дня после начала лечения отжимался от пола. Ну, святой Ярген. Практически Ярген. На чем он отжимался, вот это интересно. Если у него рука не поднималась. Да, как его отжимали-то тоже. Так вот, они построили лечебницу в Туркельбе. И лечебница была элитная. Фешенебельная. Фешенебельная. На 54 номера. Номера всего. Люксовые. Да, ну, практически пятизвездочная такая лечебница. Некоторые номера из палаты трехкомнатные. Да, и они думали, что со всего мира, конечно, потекут туда спиды. Особенно арабский шейх. Спидоносцы, да. Спидоносцы. А почему они думают, что арабские шейхи в Сырке? Да, они думают, что все арабские шейхи почему-то спидоносцы. Да, и все потекут вот в Армению. И они уже назначили открытие. День открытия, да. Предполагалось, что день открытия. Опять цитирую. В моей памяти нормально, хороший вкус. Я не хочу, чтобы нас обвиняли в неточности. Это тогда еще. Материал все есть на прессе. Могут почитать в интернете. На открытии приглашен Мейджик Джонсон. Ну, тот самый знаменитый баскетболец, который заболел. Майкл Джонсон, Мейджик Джонсон. Звезда американского баскетбола, который болен спидом. Ожидается гость из 138 стран. Да, символическую ленточку должен перерезать президент Армении. Ну, конечно. Ну, конечно. Как главный спидолог страны, как главный спидометр страны, как главный спидолог страны, он должен, конечно, порезать эту ленточку. Прямо так вспоминаете. Знаете, Астан Бендер и его нью-басюки. Да, басюки. Нью-басюки, да. Но речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-басюки. Строительство гостиниц-небоскребов для размещения гостей. Снабжение гостей прохладительными напитками. И вообще, вообще, да-да-да-да-да, именно так, как я сказал выжил. Собственно, не будем зеваться, никакие не огромные. Агромные-то маленькие. Один армянин тогда почитал, что Армения заработает в 1999 году от арменикума 480 миллиардов долларов. 480 миллиардов долларов. Это даже не ценно. Без нефти, без газа. Да, без ничего, без золота. То есть, это когда, в 1999 году, значит, бюджет таких стран, как Азербайджан, Армения, Грузия, равнялся 1 миллиард долларов. России, той России огромной, которая 20 миллиард долларов. То есть, 24 раза больше, как, помните, как говорит прораб, с собой парижской бахмази. Какой-какой матерей? Парижской. Ровно 24 раза больше, чем бюджет, допустим, России. То есть, ровно столько раз больше, чем, которая, кстати, крови этого бедного колесника под наружу с вирусом. Столько раз больше. Я думаю, что сравнение такое. Да, не корректно. 48 миллиардов долларов. Вы представляете, если столько денег поплывут в Армению, какие новые идеи у них будут? Сейчас у них всего несколько миллиардов бюджет, они сейчас голодают, там все убегают с Армении, они от моря до моря мечтают. Тогда будет уже от океана до океана. Нет, давайте не мелочиться. От полиса до полиса. От полиса до полиса. Будет Антарктида и Арктика, все это отпадет, будет на северной Армении и южной Армении. Южный и северный полис будет так называться, да? А страны, люди куда денутся? Ну, как это? Во всех городах мира, все радиостанции, все телевидения будут говорить. Хосума Дерлин, Хосума Мельбурн, Хосума Токио, Хосума Москва. И даже Хосумы Телавив. Вы думаете? Ну, они мечтают. Ну, я сомневаюсь, но давай. Хосума Телавив. Так что весь мир будет арминоидный. Везде будут жить. Расселят арминоиды. Да, везде будут жить арминоиды. Даже я думаю, что они не в их фантазиях, люди начали бы, значит, становиться в очередь в классические клиники, чтобы сделать свои насы. Чтобы выходить на арминоиды, естественно. Да, да, да. Чтобы они жить в смысле. Будут, например, президенты. Например, президент Германии. Да. Арам Арамен. Отлично. Президент, например, Франции. Ашот Ашот Ашотен. Они будут встречаться. Да. И при этом будет участвовать королева Англии. Хайкл Нуш. Касобоблян. Вот представляете, весь мир. Это огромная мечта, это болезнь, дорогие друзья. И будут они, извиняюсь, обсуждать избрание генеральным секретарем, значит, ООН, Ара Арматян. Да, Ара прекрасная. Ара прекрасная. Ара прекрасная. Так что, дорогие друзья, мы с Сергеем, это тролли, конечно, но арминоиды существуют. Сегодня вот эта болезнь, она на Кавказе, результат льется кровь, как мы в тот раз в передаче говорили. Весь мир пытается остановить эту кровь. Но надо пытаться просто вылечиться от этой болезни. Смотрите, три врача. Геваркиан, Геваркиан и Нерсисиан. Они же клятвы Гиппократа. Понимали, да. Если они не думают, что Гиппократа, значит, армянин, древний армянин, просто его назвали грехом, врача. И вот врачи занимаются таким бредом. Один убивает. Другой, ну, вроде нельзя себя не будет, он убивает. Но он лечит, но при этом какие-то симптомы находят у людей, которые жили в 15 веке, те же симптомы. Их источником находят события, яхт, проживаясь в 20 веке. В 20 веке. Так что, дорогие друзья, это тоже история, это тоже очерки, это тоже факты из армянской истории. В следующую среду у нас еще неприятные факты для товарищей армян. Но мы вынуждены продолжать наши очерки. Туркей Сулей Малны, Кямран Асанли, следите за нами. Спасибо, до свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»